Всем привет! Сегодня в этом видео мы с вами поговорим про то, какие бренды у нас были самыми популярными за прошедший квартал. И помимо брендов, самые популярные товары в мире моды, что тоже, как мне кажется, очень интересно. Вообще вся эта тема, вновь, повторюсь слово, интересна, будет тем, что многие из нас действительно думают о том, что является самым таким хайповым, интересным и крутым, исходя лишь из своего какого-то личного опыта. И понимая вообще мировой запрос и осознавая, на что ориентируется рынок в целом, не только наш с вами, мы можем уже предугадывать тренды, понимать, что нам с вами носить, чтобы быть на том самом максимальном хайпе. Потому что то, что уже здесь спадает, у нас будет только повышаться по популярности. Но в мире, пока оно спадает, мы уже понимаем то, что ага, я могу уже наперед понять, то, что вот эти бренды, скорее всего, сейчас будут расти вверх по тем или иным причинам. И, наверное, стоит сделать акцент на них. То есть это такая история для фэшениста, который хочет самый модный гардероб, либо для тех, кому это просто интересно. Они всегда хотят оставаться в курсе событий того, что происходит по миру. И мы начнем с вами говорить про самые популярные бренды. И на первом месте в этом списке индекса находится бренд Gucci. Это, конечно, та история, которую я вот всегда как раз-таки слышу на российском рынке историю. Про то, что он уже никому не интересен, кому этот Gucci нужен, кто его покупает. Уже не хочется, не хочется, не хочется. Но почему-то по миру именно бренд Gucci уже который квартал находится на первом месте. Вот. И в тройке лидеров как раз-таки были Gucci, Balenciaga и Off-White, как правило. То есть такие три топовые бренда, они всегда держали самую такую востребованную позицию по популярности, по запросам, по покупкам. В общем-то, лист индекс собирается, исходя из нескольких критериев. Я здесь все подробно, конечно же, опишу, чтобы вы поняли, что это такое. В этом сезоне бренд Gucci вновь, как я сказал, не сдает своих позиций. В первую очередь, почему? Очень горячая коллаборация с брендом North Face, который капец, какой сейчас тоже популярный. И если вы откроете прошлое, лист индексы за прошлые кварталы и посмотрите на самые популярные вещи, то что было самым популярным? Правильно, тот самый пуховичок от The North Face Napsi. Помимо этого, как пишет лист индекс, они одевали беля и шигар и стайлся на Грэмми, что тоже повлияло на популярность этого бренда. Ну, в общем-то, охотно им верю. И, наверное, сюда уже можно вписывать их коллаборацию с Balenciaga, но, скорее всего, это просто в этот квартал не входит. И поэтому в следующем, как я думаю, квартале мы вновь увидим Gucci и Balenciaga на первых местах, потому что у них был совместный коллаб. Ибо в этом квартале Balenciaga со второго места сместилось на четвертое. На самом деле, падение не такое критичное. У Off-White падение с четвертого места на десятое, вот это уже действительно критично. Интерес к бренду у многих падает, как мы можем увидеть. На втором месте у нас расположился Nike. В прошлом квартале, который был на одиннадцатом месте, но не нужно думать то, что он капец как быстро поднялся, потому что в позапрошлом квартале, если вы откроете все, у меня удивительная память на такие числа, спрашивается зачем, но он был, в общем-то, на втором месте вновь. Поэтому бренд Nike, он всегда находится в этой двадцатке, он туда-сюда прыгает. И, как правило, он впереди бренда Adidas, который старается, старается, старается до последнего. У него вроде бы много крутых коллабов, много классных каких-то моделей, но удивительным образом все равно Nike всегда находится впереди по запросам и популярности. Зато вот что на самом деле интересно, это то, что здесь появился бренд Dior. Он никогда не находился в лист-индексе, он здесь находится впервые по той причине, что его модель дистрибьюции совершенно не подходит для анализа. Но из-за того, что очень большое количество людей покупает Dior винтажный и иной, его упоминания стали настолько высоки, что все-таки лист-индекс включили его на третью позицию. Поэтому все, что мы видим здесь, на самом деле, я не думаю, то, что имеет отношение вообще к делу. Просто бренд Dior, он сейчас очень-очень востребованно интересен, как минимум, опять же, из-за прошедших коллабов, которые были в топе лист-индекса в прошлые кварталы, например, с Трэвисом Скоттом, мы по многим другим причинам. Просто Dior сейчас хотят. Вот Balenciaga, да, они у нас сместились на четвертое место. Я говорю, нет ничего такого удивительного и необычного. Это вообще небольшое падение. Тут у нас просто Dior подсоединился, подключился. И у Nike очень сильно возросли продажи в этом сезоне. Поэтому это нормально. И я думаю, в следующем квартале он вновь поднимется по запросам, учитывая коллаборацию с Gucci и то, что нам Balenciaga представит в скором времени. Зато вот Moncler сместился на пятое место третьего. И, честно говоря, для меня это удивительно. По той причине, что я вообще думал, что Moncler мало кому интересен и нужен. А вот Prado сместилась с пятого на шестое. Но так или иначе, она находится в десятке. А все дело в том, что с Раффом Симмонсом они работают. Работают они замечательно и круто. И я думаю, все в ближайшее время они будут находиться вот в десятке. У них есть определенное количество таких бестселлеров, которые все хотят и желают. И вообще все последние сезоны очень сильно хотят Prado. Многие вещи от Prado, они прям такие best of the best. У них, во-первых, при Раффе очень увеличились онлайн-продажи, онлайн-выручка на 200%, что очень круто, конечно же, по сравнению с прошлым сезоном для бренда. Ну и, помимо этого, вновь Рафф Симмонс делает свое дело. Их Ренилон коллекция, которая расширяется и расширяется в своем товарном ряду, она как никогда, как мне кажется, здесь работает тоже на пиар. Потому что у меня есть отдельное видео про экологичность, вообще про то, какая она бывает, вот это вот осознанно. Потому что их несколько видов. Прадо вот на этом хайпится, мне кажется, лучше других. И не то, что хайпится, а по-настоящему вот в люкс-сегменте отрабатывает вот этот тренд на экологичность. В отличие от многих других брендов. Валентина, я вообще удивлен, что находится в двадцатке, потому что все-таки бренд такой, который мало кому интересен в целом. И бренд это понимает. Он упал здесь уже с девятого на четырнадцатое место, хотя бренд легендарный, многими ранее был любим. Но сейчас он отказывается даже от своей линии Red Valentina, как говорят, и в нем будут очень-очень крупные изменения. Я надеюсь к лучшему, потому что однозначно бренд нужно реанимировать, что-то с ним делать, ибо ничего классного и интересного он не производит и не создает. Бренд Александр Маквин и Лаева тоже сместились на одну позицию. Мне кажется, это просто из-за появления того же самого Dior, поэтому вновь все нормально. А Givenchy так же, как был на 17 месте, так и остался. Я думаю, в скором времени он поднимется наверх. Ну, я на это, по крайней мере, надеюсь. Но пока что каких-то сильных изменений плюс не идет. Хотя уже представлена вторая коллекция от Matthew Williams, которая прошла с бренда Alex. Ой, короче, нужно здесь смотреть и думать. Как говорит лист индекс, да, у нас и Ким Кардашин, Кенделл и Кали Дженнер. Постили селфи в последней коллекции Givenchy, но помимо этого, вообще там большое количество звезд участвуют в рекламной кампании этого бренда. То есть там огромные-огромные бюджеты на пиар уходят. Шикарнейшие магазины. Один из лучших визуально, как мне кажется, рейшендайзинга, да, в этих магазинах представлено. То есть оборудование какой-то нереальной красоты, либо я, я в первую очередь визуал, я смотрю на рекламные кампании бренда, на вещи. Это, конечно, первостепенный, казалось бы, продукт, но для меня он, зачастую, второстепенный. Вот именно по визуалу Givenchy для меня сейчас находится в топе, ибо они работают еще с теми людьми, которые стоят, ну, неимоверно дорого. И вот шоу-студио Команда, да, которая делала им на последний показ вот эти вот все заставочки. Очень красивые, стильные. В общем, стиль Givenchy, это, конечно, вау. А вот Jack Nuss очень сильно упал с 13-го места на 18-е. Я не знаю, если честно, почему. Может быть, потому что всем надоели эти сумочки, может быть, потому что всем надоело это вдруг эстетикам, но, конечно, на российском рынке Jack Nuss сейчас это top of the top, и все хотят Jack Nuss, и почему-то только сейчас все доросли до сумок уже не микросумок, а сумок плюс-минус нормальных размеров. Вот, и просто все только сейчас поняли то, что микросумки это на самом деле не сумки, это как бы аксессуары, которые сумками были названы. Но это не сумки, ребята. Это просто вот вы на себя повесили, либо здесь повязали и носите. Нужно было отойти от этого хайпа микро и мини сумок, который был везде в мире, посмотреть на него, осознать то, что бренд делает не только это, и вот только тогда его начать носить. Пока уже весь мир его на самом деле переносил, закупился, мы вновь отстаем очень сильно. Бальман уже чуть ли не выходит из списка, я думаю, это все логично и понятно. Бренд сейчас мало кому интересен, 16-го места он упал на 19-е. А вот Stone Island, он из 19-го вышел на 20-е, и вообще держится весь к нему интерес, из-за того, что Монклер выкупил еще 30% акций, если не ошибаюсь, он вообще полностью уже выкупил для себя бренд этот. Поэтому, ну, как бы Монклер и Монклер живет и живет. Интересен ли он нам? Ну, я думаю, на самом деле. Так, теперь давайте продолжим, поговорим уже про самые популярные товары. Я думаю, на женские вещи мы особо не будем обращать внимания, хотя все-таки на некоторые обратим, несмотря на то, что канал о Татамоде. Во-первых, это пуховик за норфейс и гучи, который здесь представлен в женской линейке, но, как бы, я думаю, не секрет для вас, то, что носили его как и девушки, да, в виде беля лишь, так и мужчины в виде оса поройки. Поэтому этот пуховик, ну, как бы, логично будут расценить самым популярным и в той, и в той категории. Просто, скорее всего, я более чем уверен, парни, когда его искали, кликали на женскую штучку в первую очередь, поэтому на нее запросов идет гораздо больше, чем на, в общем-то, мужской. Что для меня было удивительно увидеть в женском, правда, очень удивительно, это Абадок от Прада, потому что, как мне казалось, его уже не хотят точно где-нибудь сезон, ибо он был в топах, ну, как мне кажется, где-то сезона 2-3 назад. Ну, даже не 2-3 назад, а, возможно, больше. Вот позапрошлым летом это был Top of the Top, Абадок Прада. Сейчас как-то в Панамке от Прада в большем приоритете находятся. А давайте теперь перейдем все-таки к мужскому, потому что мы про мужскую моду, и первое, что мы здесь видим, это 450-е изи, которые в России до сих пор являются непонятными. У нас все любят 500-е, 700-е, 350-е, 450-е. Модель для многих непонятная. Модель была показана еще, ну, вот так вот, частично. В 2018 году как-то это все заранее шло, готовилось, потому что она очень необычная, и к необычным вещам, ну, зачастую нужно вот теми самыми сливами заранее человека подготовить, потребителя. Сначала это фу-фу-фу, но как бы вот здесь нужно просто это все начать принимать, да, чтобы вещь не была выпущена слишком рано, и продажи ее не убились. Поэтому аккуратные, правильные сливы в плохом качестве, они обязательно нужны. И это было с этой моделью. Во всем мире она находится уже на первом месте. Я, правда, видел на многих иностранных фэшн-инфлюенсерах то, как они это носят. Я и видел, как они те самые тапки от изи носят, которые я вам показывал в своем прошлом видео про лучшую летнюю обувь. Но как бы я прекрасно понимаю то, что у нас мне пока что такое некому предложить, ибо все-таки для России это история, которая слишком опережает время. А вот вещь понятная везде, это жилетка от Монклер. Вот, как бы тренд на жилетки был, есть и будет. Мы знаем про тренд на трикотажные жилетки, но так или иначе вы должны понимать, что прошлый квартал, да, это все-таки время не из теплых, и многие мужчины и парни, это все-таки те люди, которые ищут не самые модные востребованные вещи, а которые хотят просто на себя накинуть эту жилетку по верху и спокойно как бы в них ходить. А первое, что у людей приходит на ум, это проект Монклер. И ищут они что-то стандартное, понятное, классическое, что хорошо сидит. А эти жилетки от Монклер, ну, для парня это самый подходящий вариант, поэтому они, как правило, каждый вот такой вот квартал, который выпадает на прохладное время года, они всегда находятся в топе 10, и дело тут не в том, что они модные, они просто людям нужны, их запрашивают и покупают очень много. Вот нейлоновая Панама от Прада находится в мужском топе на третьем месте, и скорее всего она должна находиться в женском, но, видимо, женщины кликали на мужской раздел чаще, поэтому она находится только в мужском топе, ибо на самом деле, в первую очередь, конечно же, все эти Панамы покупают девушки, парни не настолько модные, я в этом более чем уверен, платят их и девушки, и парни, но поменьше, но так или иначе, вещь, которая уходит в очень-очень быстрый sold out, и поэтому тут как бы не о чем говорить. Потом Nike Dunk Low. Ну, в общем-то, вновь, та классика от Nike, которую все хотят. Все хотят первые Jordan'ы, и все хотят, в общем-то, Данки. В Россию Jordan'ы прошли, наверное, только вот сезона два назад, в лучшем случае, их начали носить все, и вот только сейчас все начинают присматриваться к Данкам. В то время как по миру Jordan'ы у всех уже и так были первые, и все прям активно начали скупать Данки. Поэтому, ну, как бы, в Тагоне, их классический ретро-жакет, флисовый, ну, это просто история про то, что Патагония сейчас очень-очень популярный бренд, вот, а флисовый жакет, капец, как был нужен людям в прохладный квартал. Также в списке из 10 самых популярных товаров мы видим кроссовки от Salomon, что нам показывает то, что тренд на Горбкор никуда не уходит на всю эту стилистику, поэтому продолжаем носить и радоваться. Очень практичные, различные вещи, ну, это мы видим вообще по большому количеству, да, здесь позиций, по пятому месту, по восьмому, по девятому, по седьмому месту, вот, а вот яркие кроссовки кеда от Rika Owens Gea Basque, ну, как бы, я, честно говоря, не ожидал их здесь увидеть, и я не думал, что они на самом деле по всему миру популярны, но обувь от Rika Owens, я ее часто вижу на заграничных фэшн инфлюенсерах, как бы, у нас ее не особо любят, не особо носят, только какие-то, прям, любители и фанаты этого бренда, больше я ни на ком, если честно, ничего не вижу. Итак, ребят, мы с вами посмотрели на самые популярные бренды и товары за прошедший квартал, какие же выводы из этого можем сделать? Во-первых, все хотят Prada, но хотят Prada стабильно, не больше, чем в прошлом квартале, во-вторых, бренд Gucci до сих пор самый желанный, в-третьих, на бренд Of Fight внимание обращают все меньше и меньше, он тихонечко падает, в-четвертых, 450 и Изи, это те кроссовки, которые, скорее всего, мы все с вами будем хотеть через сезон 2, потому что в мире они находятся уже на первом месте среди всех мужских товаров, в-четвертых, после первых Джорданов многие дойдут до Данков, или это уже было в-пятых, не важно, потому что следующее, это то, что стиль гарп-кор никуда не уходит, ну и следующее, это то, что, опять же, вспомним про бренд Gucci, а я вам это не сказал, но, скорее всего, прописал сверху, у нас с вами выходит очень классный, интересный сериал с Леди Гагой про этот бренд, который я бы с радостью посмотрел, потому что я сам понимаю для себя, учитывая, в каком направлении я двигаюсь в этой сфере, ну и что мне интересно, да, как бы, знать про бренды все и даже больше, я понимаю, то, что в бренде Gucci очень интересная история, на самом деле, там прям много криминала и всего такого, что мне бы хотелось увидеть в формате сериала, ибо это было бы проще запомнить, ибо, вновь сказала я слово, ибо, для меня бренд Gucci известен и любим только эрой Тома Форда и Александра Микеле, остальные его отрезки времени я знаю, как мне кажется, достаточно плохо, и я нахожусь в ожидании вот этого сериала, который тоже подогревает интерес к этому бренду и будет его очень сильно подогревать очень долгое время, ну то есть, я более чем уверен, ребята, то, что бренд Gucci у нас и в следующем квартале будет находиться на первом месте, потому что они еще и поменяли формат дистрибьюции, и они не будут представлены почти во всех, как я знаю, department store, поэтому бренд Gucci продолжает бомбить, что бы вы ни говорили, Balenciaga тоже, что бы вы ни говорили, она находится в первых местах и чартах, вот, а многое другое, о чем мы всегда говорим от этих брендах, как, например, Jalzander, мы вечно говорим, да, какой он вау, многие начинают говорить про The Row, да, про огромное количество его каких-то товаров в позиции, которые вау, вот, но, по мировым запросам мы их не видим, вот, поэтому в общей картине мира многие из нас ошибаются, очень многие из нас ошибаются, вот, например, вот я, человек, который считал, то, что Жак Мюз, он, капец, какой востребованный по миру именно сейчас, но нет, на просьбу, в нашем мире, да, если это проанализировать, а вот везде, везде его уже купили и носят себе замечательно и теперь его просто докупают и любят, вот, и я боюсь, то, что уже там через пару кварталов он может вообще вылететь даже из 20, поэтому вот так вот, ребят, на этом, это видео подошло к концу, они будут выходить раз в квартал, скажите, вообще оно было для вас интересно или нет, ну а это всем пока!